Пуски баллистических ракет из района Саревон в провинции Северная Хванхэ были зафиксированы около 7.30 утра по местному времени, сообщили в Объединённом комитете начальников штаба в Южной Корее. Усиливая мониторинг и бдительность наших военных в рамках подготовки к дополнительным запускам, мы сохраняем полную готовность, тесно обмениваясь данными о северокорейских баллистических ракетах с властями США и Японии. Из заявления Объединённого комитета начальников штабов цитирует издание ЮНХАП. Телеканал НХК, ссылаясь на Минобороны Японии, сообщил, что КНДР выпустила не менее 7 баллистических ракет, они пролетели 400 километров, прежде чем упали в море. Запуск произошёл всего за несколько часов до открытия избирательных участков США. Ранее, 31 октября, КНДР также запустила межконтинентальную баллистическую ракету в Японское море. Хвасонг-19 теоретически способна нести ядерный заряд и долететь до любой точки США и Европы. Ким Чен Ын тогда назвал испытания ракеты ответом врагам. Напомним, ракетные испытания Пхеньяна нарушают санкции Совбеза ООН. В ответ Южная Корея, Соединённые Штаты и Япония провели в воскресенье совместные воздушные учения с привлечением по меньшей мере одного бомбардировщика В-1 «Ланцет» к югу от корейского полуострова. Трёхсторонние учения прошли надводами к востоку от южнокорейского острова Чеджудо на фоне обострения напряжённости после того, как в четверг Северная Корея осуществила запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты Хвасонг-19 в Восточном море, что стало первым запуском баллистической ракеты «Большой дальности» в этом году. Эти учения были проведены в ответ на запуск межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореи 31 октября. Из заявления Объединённого комитета начальников штабов цитирует издание «Йонхаб». В то же время сестра Ким Чин Ина Ким Ю Джон 5 ноября заявила, что КНДР не допустит нарушения паритета военных сил на полуострове. Сегодня нарушение паритета сил между врагами и нами на корейском полуострове и в регионе – это сразу означает войну. Такова объективная действительность, которую нельзя отрицать. Линия КНДР на наращивание самооборонных ядерных сил сдерживания является единственным и самым точным выбором в нынешней ситуации. И мы никогда не будем колебаться на этом пути. Ким Ю Джон, заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи, цитирует Северокорейское государственное информационное агентство ЦТАК. Стоит отметить, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном состоялся вскоре после того, как Южная Корея и США обвинили Северную Корею в отправке войск в Россию для поддержки Путина в войне против Украины. С 2024 года Пхеньян и Москву связывают новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в том числе военной помощи. Со стороны Северной Кореи это иллюстрация лояльности все-таки Кремлю в контексте поддержки и агрессии России против Украины. Это первое. Второе, для Северной Кореи важно также получить определенный опыт ведения боевых действий в нынешних условиях. Реальный опыт. Поэтому я думаю, как раз Ким Чен Ын принимает такое решение, руководствовался также необходимостью получения этого опыта. Вот это все как бы также очередной раз иллюстрирует подготовку потенциально Северной Кореи к столкновению с Южной Кореей. Потому что эти две страны по факту в войне еще находятся. Война не заканчивалась. Решение Путина привлечь солдат Северной Кореи к войне против Украины, а также активизация Пхеньяна в вопросе ракетных испытаний накануне выборов США – это повышение ставок, уверены эксперты. Это повышение ставок, да. И это повышение ставок, к сожалению, еще больше усложняет ситуацию для нас в первую очередь по принятию тех или иных решений. Особенно если мы не чувствуем, не видим соответствующую реакцию со стороны наших западных партнеров на новый этап на связи с к войне. Нужно понять, что это угроза. Угроза, которая уже много лет никуда не исчезает. И угроза, которая, к сожалению, сейчас помогает агрессу Российской Федерации еще больше дестабилизировать ситуацию с безопасностью как в Европе, так и потенциально в глобальном измерении. Напомним, 4 ноября украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в Курскую область прибыли уже 11 тысяч северокорейских военнослужащих для участия в войне против Украины. Юлия Грановская для телеканала Freedom.